Я хочу сейчас благословить каждого на эту неделю и сказать, что нас с вами ожидает увлекательное путешествие. На этой неделе мы будем читать Библию, марафон Библии. Когда по всем странам, которые записались люди, кто будут читать в разных уголках земли, и это слово, пусть оно прозвучит вот именно как набат, который будет будить нации, пробуждать людей к жизни, к смыслам, потому что многие люди даже не имеют ее в домах своих. А кто имеет, не все ее читают. Даже христиане не все так серьезно относятся к этому посланию, как должно. Поэтому пусть снимется покрывало со всей земли. Пусть жажда у людей проснется к Божьему Слову через то, что мы с вами будем читать эстафетным образом. От одного к другому. И во вторник, 12 числа, когда у нас будет день поста за Россию, я всех вас побуждаю также молиться об этом. И за свои страны молитесь там, где вы живете. Но те, которые уехали из России, живут в других странах, молитесь за Россию. Пробуждение России даст очень большой отклик во всей земле. Поэтому да даст вам Господь молиться за эту землю, чтобы она вошла в свое призвание в полноте. А также те, которые постятся, включайтесь потом в марафон в 10 вечера, в 22 часа по московскому времени. Мы с вами заступаем с молитвой, с объявлением в духовном мире, в физическом мире, что мы заступаем, и Слово Божье, которое поставлено выше всякого имени Божьего, оно начинает идти по странам, по континентам, как триумфальное шествие Божественного Евангелия, которое будет заходить в каждый дом через волны эфира. Где-то слышимым образом, а где-то не слышимым. Но все равно эти волны, они оставят свой след. Спасибо всем, кто записался, кто успел это сделать. И также прошу отнестись к этому весьма ответственно, чтобы не пропустили свое время, особенно если это время ночное, не пропустили его в суете и уже отладили все технические средства. И если у вас что-то будет, какая-то накладка с техническими возможностями, дайте знать заранее, чтобы могли подготовить вам замену. Я благословляю, друзья, каждого из вас организованностью, как Божья армия, мы выйдем вместе. А после этого у нас будет на зуме общение с теми людьми, которые читали Библию в онлайн. Это те люди, которые записались. И у нас с вами будет возможность обратную связь получить. Что вы переживали? Какие откровения вы получали за это время, пока читали сами? Конечно, мы не каждого сможем услышать. Но, по крайней мере, возможность написать или возможность озвучить, это будет вам предоставлено. И поэтому, в добрый путь, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok